вот смотрите это не вандализм это художник вандал вон там стоит четкий мужик сейчас она меня сейчас он докажет кто тут вандал мне нужно выпить таблеток локсетин выпью 4 таблетки за раз милицию вызвать милицию вызвать милицию вызвать милицию вызвать ты мужик 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 на война войну пойдешь не пойдешь потому что ты не мужик ты не мужик ты не мужик ты не мужик воевать мужики мужики воевать должны потому что они мужики 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 воевать мужики должны потому что мы мужики мы вандалы все вандалы должны воевать умирать чтобы у нас лица не было ли вместо лица было месиво чтобы наши мамы порадовались растут вот такие вот бабушки вот таких детей которым они указывают что небо должно быть таким цветом а это должно быть таким цветом а это запрещено рисовать так это захватит это запрещено рисовать этот цвет ты не правильно рисуешь и вんな говорит если война будет что парня выбирай который пойдет на войну с оружием руках первым ресницы в бой и будет стрелять в лоб противнику и будет уверен что он попадет в лоб но он не знает что ему может попасть разрывная пуля в лицо этого она не скажет вот такие вот воспитывают черт возьми вот это не вандализм элитная школа элитная школа милицию вызвать сейчас уже не милиция полиция вообще-то попад попала бы ты в полицию было бы парнем попала бы ты в полицию тебя вы там избили вот я бы тогда посмотрел как бы ты знала но ты бабушка тебя не будет пол и полиции сбивать вандализм везде вандализм я вандал опасный преступник вандал всюду вандализм таблетки может мне нужно принимать мне нужно принять нейролептик нужно его купить вообще не рисует сейчас невозможно ничего нарисовать внуки 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 Продолжение следует... Я проклятый вандал. Милицию вызвать, милицию вызвать, милицию вызвать, милицию вызвать. Ты не знаешь, что такое... Вот она своего сына там воспитает патриотом, который пойдет и вернется с войны инвалидом, блин. А если бы она посмотрела по-другому на мои рисунки... Она бы поняла, или хотя бы ее ребенок увидел бы этот рисунок. Надеюсь, что ее ребенок увидит рисунок антивоенный, он сохранится до тех пор. Если вы уничтожите этот рисунок, то значит это вы вандалы, вы убийцы, вы искалечили в будущем сотни людей. Тех, которые могли бы посмотреть на этот рисунок, и они не пошли бы на войну, не стали бы убивать простых людей. И их родители бы не были такими несчастными, видя изуродованные тела после войны. Вот кто уничтожит мой рисунок, который антивоенный? Вот тот и есть самый настоящий вандал. Это вообще не просто вандал, точнее. Это просто... На его руках кровь будет просто. Перед Богом он встанет. Что ему Бог... Что он Богу скажет? Я скажу Богу, что я сделал антивоенный рисунок. Меня уничтожали, поносили, постоянно угрожали. Я жил в страхе. Да, я паразитом был, я не мог найти работу, не работал. Я сделал антивоенный рисунок, который спас. Я пытался, я когда делал этот войной рисунок, я пытался тебя призывать, чтобы ты через мои руки все это создал. Я скажу ему это, Богу. А может я просто не смогу ничего сказать, потому что он сам все видит. Но что-то он не награждает. Может только после смерти. Ничего не будет после смерти. После смерти не будет ничего. Но я все-таки Богу скажу. Бог видел, как я рисовал антивоенный рисунок и спас жизнью людей. А те, кто уничтожит этот рисунок, они есть вандалы. Есть преступники, убийцы. На них, на них. Они кровь. Пусть их руки запятнаются кровью, когда они будут стирать этот рисунок. Когда закрашивать будут это. Пусть их руки запятнаются кровью. Чтобы они осознали. Осознали, что совершили. Штраф с меня возьмут. За этот рисунок. Ах. Это рисунок.